ДТП произошло 18 июля текущего года в 23.30. Как рассказала дочь пострадавшей, ее мать сделала нетрезвому подростку замечание, после чего тот сбил ее на машине и треекратно проехал пожилую женщину. У пострадавшей диагностировали перелом пяти ребер, разрыв связок. Но при этом, как заявляет ее дочь, факт ДТП даже не зарегистрировали в органах внутренних дел. Зафиксировали его только после придания делу огласки в средствах массовой информации. А вскоре его и вовсе закрыли за отсутствием уголовного правонарушения. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, так как на момент совершения водитель не достиг 16-летнего возраста, что исключает привлечение к уголовной ответственности согласно уголовному кодексу Республики Казахстан. Вместе с тем, в действиях автомобиля не усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотрен по статье 349 уголовного кодексу Республики Казахстан, допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления, так как несовершеннолетний взял ключи без ведома владельца автомобиля. По данному факту, к административной ответственности будет привлечена мать несовершеннолетнего по статье 127 КОАП РК по решению суда. Дочь пострадавшей не согласна с таким решением. Она считает, что здесь имеет место умышленное преступление. Поэтому виновник должен быть наказан, несмотря на то, что еще не достиг совершеннолетия. Было умышленное покушение убийства моей матери. Было зарегистрировано 22 сентября, только после моего обращения в СМИ. Хочу, чтобы меня услышало руководство Министерства внутренних дел и Генеральная прокуратура внутренних дел. Хочу, чтобы дело возобновили уголовное и переквалифицировали. На 99-й статью было проведено нормальное расследование.